Играет музыка Их служба и опасна и трудна. Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Мирная разведка. На Ангаре геологи проводят сейсмическую разведку без использования взрывчатки. Проект «Точка на карте». Бидоба. Старинная деревня среди густой тайги. В 1815 году по указу Петра I. Главную задачу новой структуры государь сформулировал весьма лаконично. Честь в служении Отечеству. Эти слова до сих пор остаются девизом полицейских. Это одна из самых психологически тяжелых, опасных и вместе с тем нужных и незаменимых профессий. Это работа для настоящих мужчин и волевых женщин, которым ежедневно приходится охранять покой и общественный порядок. При любых погодных условиях они обеспечивают безопасность нашего общества. Настоящим образцом мужества, выдержки героизма и непременного исполнения своего долга стал образ работника полиции. Сегодня в районном Доме культуры прошел большой праздничный концерт. Руководство района и Багучанского отдела полиции поздравило всех сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником. А выдающиеся работники были награждены похвальными грамотами. Разрешите войти. Впервые очередной урок полицейского класса для школьников прошел на территории отдела внутренних дел по Багучанскому району. О вновь полученных знаниях школьников наш следующий сюжет. В канун дня сотрудника отдела внутренних дел прошел день открытых дверей для учеников полицейского класса. Сема урока – знакомство с новым структурным подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Он определяет, сколько выдыхаемого в воздухе, то есть в литре выдыхаемого воздуха алкоголя находится. Сюда устанавливается муштук, он включается. И вот видите, тут какой-то готовый, вы ждите. Сюда человек вдыхает воздух для определенного щелчка, и через некоторое время на приборе появляется, сколько алкоголя в организме человека находится. В открытом занятии с ребятами участвовал и делился своим опытом бывший сотрудник органов внутренних дел Анатолий Соседов. Работа в уголовном розыске, достаточно интересная работа, заключается в розыск преступников, раскрытии преступлений, ну и профилактика. Семь лет, по неделе, честно скажу, как один день, незаметно. Претенденты в кандидаты должны осуществить подготовку по профессии, владеть знаниями законов, порядком действий во время исполнения обязанностей, а также необходимо иметь представление о правильном обращении с оружием. С этой целью для ребят организовали выставку вооружений и специальных средств, применяемых стражами порядка в осуществлении служебной деятельности. Всем знакомый пистолет Макарова ПМ, да? Калибр 9 мм, емкость магазина 8 патронов. Так, 8 патронов. Очень эффективный пистолет, прицельный, ну, лучше всего, то есть, да, 10 метров, то есть он бьет кучно. То есть, дальше 10 метров уже нужно прицеливаться, либо ниже, либо выше, там, брать, то есть начинается, как бы, разлет пули. У каждого посетителя такой выставки была возможность подержать в руках боевое оружие, применить специальную экипировку и лично пообщаться с действующими сотрудниками полиции. Не только, да, мальчишки присутствовали, были девчонки заинтересованностью? То есть, ну, как бы, задают, как бы, видно, что у детей есть заинтересованность определенная, некоторые, как бы, и к оружию, то есть смотрят, интересно все, то есть спрашивают и по работе, то есть, и там, как в следствии работать, как то у вас, где, то есть, девушки работают, в каких структурах, какое образование нужно получить для дальнейшего прохождения в органах внутренних дел. То есть, я думаю, что стало им интересно, как бы, заинтересовало их. Все больше учеников возрастает неподдельный интерес к службе в полиции. Ну, я для себя патрульный КПС рассмотрел приспособление для этой службы и дали нам возможность, так сказать, ощутить оружие, которое имеется на вооружении нашей полиции. Больше всего мне здесь понравилось, это, наверное, речь, как выступали сотрудники, они описали свою работу очень подробно, понятно, во всех красках, так что даже захотелось даже еще больше работать в органах внутренних дел. Такие мероприятия формируют гражданское и патриотическое мировоззрение подростков, мотивируя на то, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с защитой Отечества. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Глава района Александр Бахтин встретился с представителями Краевого управления автодорог и лесозаготовительных предприятий района. Тема – ремонт автозимника «Ангарские беляки» на партнерских условиях. Подробности в следующем материале выпуска. Сегодня мы должны поговорить вопрос и найти решение по дороге «Ангарский беляк». Эта проблема существует еще с 70-х годов прошлого века, когда открыли это направление. Официально эта дорога называется автозимником, а ввиду дефицита бюджета содержание автозимника финансируется по остаточному принципу. Глава района Александр Бахтин озвучил, к каким проблемам приводит плохое состояние дороги. «У нас большие проблемы с обеспечением поселка углем, с доставкой продуктов, с доставкой лекарств, почты и так далее. Иногда не ходит рейсовый автобус, потому что просто не может проехать. К сожалению, те вложения, которые были запланированы со стороны государственной дорожной службы, в этой погодной обстановке оказались недостаточными». Также одной из причин стало то, что предприятие нескольких крупных инвестиционных проектов вывозит лес с севера Богучанского района по этой дороге, что еще сильнее ухудшает ее состояние. Есть один очевидный выход из этой ситуации – это ограничение движения крупногабаритных автомобилей. «В начале прошлой недели Крудором было принято решение об установке знаков ограничения транспортного средства не более 10 тонн. Они поставлены возле поселка Беляки и возле поселка Ангаса, который, в принципе, запрещает сельский проезд, кроме легковых машин. Вы знаете, работают за госавтоинспекцией и так далее. Следующий этап, который мы не хотим абсолютно, но на который, видимо, пойдет Крудор, если обстановка не поменяется, это будет установка весового контроля. Этот вопрос рассматривается с установки на следующей неделе». Такое ограничение ударит по предприятиям лесной отрасли, ведь если прекратить поступление сырья, то придется приостановить производство, что, в свою очередь, приведет к проблемам с заработной платой. Поэтому предприятия тоже заинтересованы в восстановлении автозимника. Первое предложение поступило от предприятия «Баст ЛТД». «Предложение очень простое. Мы забираем в аренду этот зимник, на тех же условиях выставляем пост с разрешением компенсации наших расходов. То есть 5-6 миллионов, соответственно, мы компенсируем за счет сборов. Остальное вкладываем сами, как компания, своими силами». Оставшаяся часть суммы, которую может вложить компания, тоже впечатляет. Это более 10 миллионов рублей. Предприятие обещает, что за 20 дней сможет восстановить дорогу до хорошего состояния. Но с этим предложением не соглашаются другие предприятия, например, «Богучанский ЛПК». Ведь им тогда придется платить за проезд каждого автомобиля. «Со стороны «Богучанского ЛПК» мы готовы предоставить какую-то технику, помогать и так далее. Но вот если нас еще нагрузить деньгами, денег нет. Их просто не откуда взять. То есть реально тяжелая ситуация». Но далее представитель ЛПК признал, что и техникой они помочь тоже не могут, так как она вся на ремонте. Но, как говорится, зима близко и дорогу нужно делать уже сегодня. Представители компании «Краслесинвест» обещают привести в порядок дорогу за неделю на свои средства. «И у нас предложение встречное точно такое же. Давайте обсудим этот вопрос и будем содержать ее на общих паритетных началах. Миллионы выделяйте, да ради бога, пусть будет миллион. Все остальное мы возьмем на свои плечи. У кого есть технику, у кого сейчас большинство, если мы... Будем заниматься содержанием». Итогом совещания стало решение дать возможность компании «Краслесинвест» восстановить зимник. И уже на следующем совещании обсудить новые шаги по улучшению дорожной ситуации. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Нижняя Преангария уже давно известна как кладезь подземных богатств. Полезные ископаемые здесь повсюду. И все же необходимо точно знать, где и что искать. И тогда на помощь приходит сейсморазведка. Агалеевский лицензионный участок, расположенный на границе Богучанского и Кежемского районов, стал центром для разведки запасов нефти и газа. А разведывать запасы взялась компания «Геотек-сейсморазведка». Подробности в сюжете Александра Мажеванова. Красноярский край, Кежемский район, село Заледеево. Сейсморазведочная партия холдинга «Геотек» находится практически в черте населенного пункта. Агалеевский лицензионный участок, площадью 750 квадратных километров, где и находится деревня, считается перспективной территорией для разведки залежей углеводородов. Заказчиком работы является компания «Вост СИП «Нефтегаз» и предполагается, что на участке есть месторождение нефти и газа. Подрядчиком на этом участке стало предприятие «Геотек-сейсморазведка». Сейсмическая съемка выполняется силами сейсморазведочной партии номер 6. Количество сотрудников партии составляет 310 человек. Среди них топографический отряд, выполняющий разбивку профилей, сейсмоотряд, выполняющий расстановку регистрирующего оборудования и непосредственно сейсмическую съемку, а также целый штат механиков, водителей, поваров и многих других. Выполняем сейсморазведочные работы МУГТ-3Д по заказу ОСИП «Нефтегаз» на разведку нефти и газа. То есть заказ у нас на два года рассчитан. Соответственно, работы у нас идут комплексные. Это летний период река. Выполняем смежные работы. Соответственно, потом переходим в зимний период на сушу. Особенность Оголеевского участка в том, что разведку нужно проводить не только на суше, но и на воде. Результаты первичной разведки прошлых лет показали, что основные залежи углеводородов находятся под поверхностью ангары. Именно из-за разнообразия рельефа и во избежание ущерба окружающей среде здесь нужно использовать импульсные источники упругих колебаний. Используемся у нас, значит, импульсные источники ГЭМ-4 есть в работе. Работает этой же, так скажем, завода-изготовителя Енисея СЭМ-100 и ВЭМ-50. ВЭМ-50 они используются на реке. Река Ангара, как и любая другая акватория, является природоохранной зоной. Проводить разведку с помощью взрывчатки нельзя, ни при каких условиях. Но как узнать, что скрывает под собой дно реки? И здесь геофизикам приходит на помощь источник упругих колебаний Енисей в ЭМ-50. Источники Енисея – это уникальная отечественная разработка, не имеющая аналога в мире. Источники всего ряда Енисея сконструированы специально для условий Восточной Сибири ввиду сложных геологических условий. Конкурентов у источников Енисея в мире нет. Это уникальная продукция одного-единственного в мире завода, находящегося в городе Минусинске. Абревиатура ВЭМ расшифровывается как водный электромагнитный. Источники совершают кратковременные удары длительностью 6 миллисекунд с интервалом 8 секунд. Акустическая волна, преодолевая водную толщу, переносит энергию в грунт, где преобразуется в упругую волну, которая распространяется на глубины до 6 километров. Затем, отражаясь от границ пластов, волна возвращается на поверхность и регистрируется специальными датчиками. Попросту говоря, источник ВЭМ – это большой молоток, которым геофизики стучат по воде и слушают эхо. У плавучей платформы источников колебаний Енисея есть большое преимущество. Отличительной особенностью источников Енисея является то, что у них осадка всего 30 сантиметров, что делает возможным работать на предельном мелководье. Ни один тип источников не может работать на такой глубине. Проводили массу испытаний, в частности, и в ЭМА, и на Ангаре, и на Енисеи. Никаких последствий для их теофауны источник не несет. Навигация источников осуществляется системой спутниковой привязки «Тримбл-Р7» и программным комплексом «Гидропро». В систему вводится трек взрывного профиля, по которому и движется группа источников и совершает удары. Высокая точность системы позиционирования, четкая синхронизация ударов, отличная чувствительность датчиков – все это создает четкую картину подземных запасов. Материал у нас вообще хороший тут идет, правда. Ну, отличается, конечно, от того, что мы обычно, как наземные работы, этот материал отличается тут в основном... В основном отличается чем? Низкой амплитудой сигнала. Но тут, благодаря тому, что у нас высокая плотность пункта возбуждения, у нас получается хороший материал, хорошие разрезы получаются, пригодные к интерпретации. Интерпретировать данные будут заказчики, но уже сейчас понятно, что под Оголеевским участком залежи природного газа и нефти. После завершения речных работ оборудование будет переброшено на сушу, и партия приступит ко второму этапу – наземным сейсморазведочным работам МОГАТ-3Д. В качестве источника будет использоваться наземный Енисей СЭМ-100, поэтому в полученных данных можно будет не сомневаться. Мы продолжаем наш проект «Точка на карте». Сегодня мы расскажем вам о деревне, которая существует уже несколько столетий. Об истории и укладе жизни деревни Бедоба – наш следующий сюжет. МОГАТ-3Д. МОГАТ-3Д. 85 километрах от села Богучаны на берегу реки Иркенеевка. Среди густой тайги расположена деревня Бедоба. Точная дата ее основания неизвестна, но жители говорят, что ей уже более 400 лет. Стало быть, в XVII веке и была образована деревня. Название ее пошло отрядом протекающей речки Бедобинки. Первыми поселенцами Бедобы были Скурихины и Логиновы. По данным 1926 года в деревне имелось 121 хозяйство и проживало 674 человека, в основном русские. Это был колхоз, как я помню, назывался «Власть труда». И колхоз был богатый. Вот насколько мне помнится, совсем-совсем, когда я была маленькая, я помню, как там разводили птиц, как там овцы были, как там кони были, разводили коней. Ну, все на конях там еще делалось. Были большие такие амбары с зерном туда насыпали, сушилка была большая, как ездили машины с зерном разгружали там, ну, мельница там была. Когда брали, вот когда я уже стала подрастать, когда уже читать научилась, брали газету «Ангарская правда» и смотрели, на каком месте наш поселок. То есть там всегда сводки были, колхозы соревновались, на каком месте «Власть труда» у нас колхоз назывался. И вот мы смотрели на первом или на втором, если на первом, кричали «Ура!», мы нынче на первом месте. В 1964 году на базе Ангарского альспиромхоза был организован Бедобинский мастерский участок. До 1972 года в деревне работал колхоз, где люди трудились. Затем в 70-х годах был открыт совхоз со своими коровниками, свинофермой и совхозными полями. Также в деревне был и лесозаготовительный пункт, который заготавливал по 500 тысяч кубических метров древесины в год. «Я помню, деревня большая была вообще, очень большая, и скотину держали, и все. Даже вот, ну вот, распределяли, где покосы были, да, ругались из-за покосов. А сейчас везде коси, везде что хочешь». В деревне до 1976 года функционировала начальная школа, где работал всего один учитель. «Школа была очень старая, очень-очень старая. И тогда еще, когда я начала работать, было в школе холодно, и мы все время замерзали. И поставили, чтобы мы не мерзли, поставили железную печку. И вот мы вели уроки, подкидывали печку, и таким образом шли уроки». Сейчас в деревне проживает 14 человек. В основном все они пенсионеры. Несколько человек работают на дизельной станции, благодаря которой в деревне и есть свет. Административный центр Бедабы находится в соседнем поселке Беляки. Один раз в две недели оттуда в деревню приезжает фельдшер, депутат. И, как говорят бедабинцы, продовольственная лавка. Людям привозят необходимые продукты – сахар да крупы. Хотя они и этому рады. Еще приезжает почтальон и выдает жителям пенсию. «В связи с тем, что у нас нет сотовой связи, а та, которая есть, Искровская, таксофон, он не всегда работает, затрудняло вообще. Вот связь была плохая с нами. Мы зачастую не знали, что, как. Особенно меня тревожило, когда в период паводка. Там у нас бедабинка совсем заливает, и у нас нет доступности в деревню Бедаба, совсем никакой связи. Буквально недавно на той неделе мы закупили рации, поставили теперь радость, радость такая у нас большая, поставили на дизельной. Ну, там как бы круглые сутки есть человек, и они отвечают. Ну, пока, слава богу, ничего не случилось, только проверка связи, пока алло, алло, бедаба, прием. Год назад одной из достопримечательностей деревни стал чей-то частный самолет Ан-2, который стоит на бывшем бедабинском аэродроме. Многие с ним фотографируются, ведь это в деревне, в диковинку. А еще недавно в деревне появилась небольшая площадь памяти погибших в Великой Отечественной войне. Вместо деревянного памятника появился мраморный, а рядом с ним были установлены гранитные плиты с именами и фамилиями людей, которые ушли на фронт из бедабы. Вот родина, моя малая родина, вот за это я ее люблю. Потому что я здесь привык. Я даже ни в Богучанах, ни в городе, нигде мне не прожить. Я в городе живу, вот с сестры езжу, самое большое, вот в это лето, поехал в город, в отпуск пошел. Прожил я там неделю. Четыре дня прожил и уже начал ныть. Три дня проныли мы и домой. Здесь приезжаю, отдыхаю, ой, аромат. Только, как говорите, мошка да комары, мы привыкли к ним. Живут здесь люди своей простой деревенской жизнью. Занимаются охотой и рыбалкой, собирают грибы да ягоды. Берегут последнее, что осталось в деревне. Ко всему относятся бережно и аккуратно. И хотят только одного, чтобы бедоба снова возродилась. И жизнь в этой сибирской деревушке закипела, как и раньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9 ноября в районном Доме культуры «Янтарь» состоялась конкурсная программа для школьников о Руси и России «Добрыня». Участие в викторине приняли команды образовательных учреждений села Богучаны. Это представители первой, второй и третьей школы. Подробности в сюжете Евгении Логиновой. Организаторы первого муниципального конкурса «Добрыня» собрали молодых знатоков на площадке районного Дома культуры и подготовили для них далеко не простые вопросы. В роли главного эксперта и своего рода жюри викторины – директор Богучанского краеведческого музея Михаил Душкин. Участниками стали три дружины – представители трёх школ нашего села. Великое княжество Владимирское. Отвечает дружина номер два. Какой город или какие города являлись столицей этого государства? Время. Так, есть ответ у дружины номер два. Отвечает Киев. Так, а теперь ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Столицей великого княжества Владимирского являлся город Владимир. Три основных этапа конкурсной программы – это разминка. Далее – блок под названием «Древняя Русь». И последний блок – «Достояние». Сюда вошли вопросы о государственной преемственности, о правителях в этих периодах, значимые события, обряды и быт прошлых лет. Охвачено творчество великих русских поэтов, музыкантов, художников, а также композиторов и исполнителей. Так, есть версии. Дружина номер два отвечает. Так, пожалуйста. Почему бы говорите, что это Хейковский? Организаторы мероприятия ознакомили ребят с традициями наших народов посредством интерактива с участниками программы в музыкальных паузах. Выбрали для этого фольклорный ансамбль «Ангарские напевы». Такая игра «Вопрос-ответ» не только демонстрирует уровень владения школьной программой наших учеников, но и развивает способность проявления реакции и внимательности в использовании своих знаний в нестандартных ситуациях. Это мероприятие играет большое значение в жизни всех старшеклассников и тех, кто учится в школе, потому что каждый должен знать историю своей страны. Ну, сегодня я почерпнул много нового, узнал, что я тоже знаю кое-что интересное в истории. Большое значение играет воспитание учащихся чувство уважения и гордости за историческое прошлое своего отечества, культуру и традиции народа. Такой первый муниципальный конкурс среди школ нашего района – это хорошая форма для того, чтобы ознакомить детей с историей. Потому что, когда мы сами готовились к этой викторине, к этому конкурсу, мы сами очень многое узнали. И думаю, что для всех участников сегодня были сделаны какие-то открытия. А далее подведение итогов. Почет жетонов – слово эксперта о работе ребят во время конкурса и награждение победителей. Призовые места при почете жетонов распределились следующим образом. Третье место досталось ученикам школы номер три, второе – ученикам второй школы. И почетное первое место в интеллектуальной битве присвоено воспитанникам школы номер один. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», Богучаны. О том, как интересно провести предстоящие выходные, вы узнаете из нашей рубрики «Телеафиша». В субботнем кинозале районного дома культуры «Янтарь» 11 ноября в 16 часов семейный мультфильм «Жил-был кот» в жанре комедии. Стоимость детского билета – 30 рублей, взрослого – 50 рублей, а в 18 часов показ художественного фильма российского производства «Гоголь. Начало». Стоимость билета – 50 рублей, категория 16+. Добро пожаловать в Большой зал. Первый тур 8-го детского районного фестиваля национальных культур вокруг света пройдет 12 ноября. Выступление дошкалят нашего района состоится в 14 часов в Большом зале районного дома культуры «Янтарь». Вход свободный. Отборочные этапы межрайонного фестиваля вокального творчества «Поющее мужское братство» уже прошли в поселках Красногорьевский, Пинчуга и Таежный. Последний отборочный этап пройдет 12 ноября в поселке Чунояр. В 13 часов все желающие поддержать участников или просто зарядиться душевным теплом и положительными эмоциями смогут в сельском доме культуры поселка Чунояр. Традиционно в рамках фестиваля делится своим творчеством и радует новым репертуаром коллектив ансамбля «Поющее мужское братство». Стоимость билета 100 рублей. Добро пожаловать! 14 ноября в 16.00 в Краевическом музее пройдет открытие и начнет свою работу авторская выставка Артака Нарикяна «Цифровое искусство». Картины в цифрах будут радовать своих посетителей вопреки устоявшемуся мнению о том, что создавать шедевры искусства можно только посредством красок кистей и холстов. Кроме того, для всех желающих, которые посетят открытие выставки 14 ноября, сам Артак Нарикян проведет мастер-класс и ознакомит с особенностями этого вида искусства. Также будут представлены работы, изготовленные в камне и металле. До 14 декабря продлится знакомство с современными цифровыми возможностями. Добро пожаловать в мир новейших технологий! 18 ноября в следующую субботу в Сельском доме культуры поселка Таежный пройдет автоквест «Ночной дозор». Игра проводится на территории поселка Таежный. Начало проведения игры – 19 часов. Место сбора – Дворец культуры поселка Таежный. Подать заявку на участие и получить информацию о проведении игры «Ночной дозор» можно у представителя оргкомитета игры по номеру телефона. 8-983-616-8601 или 8-963-267-8083. И это были все новости Бугучанского района. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...